Привет, друзья! Давайте немножко пообсуждаем такой интересный довольно вопрос, касающийся людей, которые, в первую очередь, которые сдают тесты английского языка. Самые разные, от самых простых, низкого уровня, и до самых продвинутых тестов, которые только могут быть. Давайте сформулируем проблему, как бы вопрос так. Сочинение на английском, двоеточие. Пишем попроще или пишем посложнее? Итак, смотрите, друзья, почему я записал это видео. Уже неоднократно я встречаюсь в такой ситуации, когда человек, ну давайте возьмем тест IELTS, он чаще всего встречается, и в нем есть сочинение. И вот, люди, которые сдают этот тест IELTS, они, естественно, хотят написать сочинение так, чтобы получить максимальный балл. Ну, понятно. Встает вопрос, как же писать? Я имею сейчас в виду не структуру, обороты и так далее, потому что это тема отдельных видео. А именно уровень английского, объем таких фраз, длина предложения, в общем, к чему это веду? Так как я не один десяток людей уже готовил к этому IELTS, и все люди индивидуальны, у каждого свой стиль письма, естественно, все пишут сочинения по-разному. И сравнивая их, вспоминаю, я сравниваю, как бы вспоминаю, их оценки, которые они получали за свое это сочинение, за письмо, и поэтому я могу делать определенные выводы. И вывод напрашивается все-таки, у меня как бы напрашивался такой, что надо стараться писать посложнее. То есть всего себя влить в это сочинение. То есть фразы покрасивее, попышнее, подлиннее и так далее, и так далее. То есть вы мастер слова, как бы вы вращаете этими фразами, словами и так далее. Ну, вроде бы, что тут такого удивительного? Удивительное в том, что была несколько раз такая ситуация, когда люди, готовящиеся к IELTS, например, они заходили на сайт британского совета, я не помню точно название этих сайтов и так далее, там, если вы зарегистрированы к тесту, то вы можете онлайн проходить такой курс, как бы, подготовки. Там есть и упражнения и так далее, а также примеры сочинений и некоторые подсказки насчет, как писать эти сочинения. Что удивительно, что там они пишут, что надо писать попроще. И приводят примеры сочинений, вы знаете, которым, честно говоря, так как у меня студенты писали, то если кто-то мне писал на 7, то за те примеры, которые приводит этот британский совет, там 5 можно поставить. Тем не менее, эти сочинения там приводятся, как образец просто самого разумного, что может быть. То есть на 9. На максимальный балл. Ну, меня всегда это удивляло, потому что, ну, слишком уж просто, слишком. Я понимаю, что красота языка, она познается не обязательно на громождении каких-то огромных фраз, да, но это в такой уж степени примитивно. И вот пару студентов такие поддавались на эту штучку. Я не знаю, зачем британский совет так делает. Есть у меня определенный там, насчет этого мысли. И они такие старались писать просто. То есть совсем просто, хотя могли бы красивее. И получали все равно недостаточно высокий балл. Например, если он когда-то в жизни сдавал и написал на 5,5 из 9 это сочинение, стараясь там что-то наворачивать, да, тут он сделал приведение, все равно 5,5. Я им говорил неоднократно, говорю, что, друзья, ну, я читал много книг, известных авторов в мире по теме, вот, вот, writing, письма для IELTS, и они приводят примеры этих эссе, пишите красиво, пишите так красиво, как вы можете. Есть единственный такой нюанс, что эти мужчины, допустим, очень страдают. Они такие навороченные фразы пытаются туда вставить, что когда читаешь это сочинение, видно, что писал не языконоситель, а, то есть, русский или украинец, и такой наворотил, ну, такие огромные какие-то фразы, вот эти существительные, такой, ну, перестарался, да, это тоже не годится, потому что сочинение выглядит ненатурально, это другой вопрос, переусложнять не надо, но делать его примитивным тоже не надо, потому что толку никакого. Ну, как, ну, и поэтому, друзья, к чему я это все видео как бы затеял? На основании того, что я знаю, видел, и очередной раз убеждаюсь, там уже какой-то сотый раз, если вы хотите высокий балл за сочинение, IELTS, TOEFL, там, ДРИТ, я уже молчу про СЭП, и так далее, пишите красиво, до такой степени красиво, как только можете. Слишком огромнейшие фразы не наворачивайте, потому что будет видно, что это писал не языконоситель, который старался всю свою душу вкладывать, чтобы выглядеть как крутой языконоситель, а получается, как какой-то золотой спойлер такой на Запорожец, да, то есть оно не к тему, не в тему, не к месту и так далее. Это другой вопрос. Но пишите красиво, не дай Бог вам знать какие-то красивые фразы длинные, их не гармонично не вставлять в свое сочинение, для того, чтобы ваше сочинение было более, как бы, проще, да, вот предложение проще. Это глупость, по моему мнению. Пишем сочинение красиво, если можем, потому что вы управляете этими словами для того, чтобы создать некую такую красивую сущность, создать некое красивое произведение, и вам, по идее, за него должны поставить 9. То, что вам ставят там 9, не обязательно 9, 8, да, то, что вам ставят меньше, это не значит, что вы написали нехорошо, это значит, что вас недооценили. Есть такое понятие там, как апелляции в IELTS и так далее, подавайте на здоровье эти апелляции, боритесь за свой результат. Это другой вопрос. Кстати, я узнал, не буду утверждать 100% про эту информацию, что, например, если вы сдаете в Москве или в Киеве, то 99% вероятность составляет, что ваш эсэй, вообще писанину, будет проверять, мальчик или девочка из Москвы или из Киева. То есть не языконоситель, никуда он в Британию там не поедет, и никакой дядя Джон или Сэм его читать не будет. Вас будут проверять мальчики и девочки, которые сдали в свое время IELTS на 9 сами. И к чему я веду? Я уверен, что если бы проверяли британцы, все-таки более, ну, вал бы был, скорее всего, повыше. Потому что мальчики и девочки из Москвы и Киева, вполне возможно, не могут до такой степени оценить красоту вашего письма, как тот языконоситель, потому что они сами этого не умеют. Это раз. Во-вторых, да что во-вторых? Ну, во-вторых, вот так вот. Итак, друзья, я надеюсь, что это видео будет кому-то полезным. Старайтесь писать по максимуму. То есть, знаете, как в Олимпиадах, да, или где-то еще. Вы вкладываете в 20 секунд свое выступление. Результат, как бы, усилия 4-5 лет, подготовки 10, ну, не важно, у кого как и так далее. Вы хотите блеснуть своими знаниями, умениями, навыками и так далее. Боже вас упаси, скрывать свои таланты и пытаться писать примитивно. Это по меньшей мере странно. Не слушайте всяких там умников, которые вам будут рассказывать противоположное, потому что я убеждаюсь в этом десятки раз. Окей, друзья, красивого вам английского и красивых сочинений высоких баллов на тестах. С вами был Дмитрий Карапенко и до встречи в следующих видео.